История такая, с детства начинается, все же мы мальчишки. Было примерно 9 лет, тогда еще жили в деревне с родителями, я родом оттуда. В нашей деревне основной вид спорта это был бокс. Все ребята занимались боксом. Когда я посетил первую тренировку, я понял, что это не мое. Все-таки удары, и когда человеку делают больное, я понял, что надо что-то менять. И вот когда я помню, 9 лет мы переехали в город Экибастуз. Город Экибастуз это большой город, грубо говоря, по меркам вольной борьбы. Именно там главный вид спорта был вольная борьба всегда. И на районе пришел во двор, там есть старшие ребята. С которыми мы познакомились, соответственно, они нас и приводили к мальчишек. Привели на вольную борьбу. С первого взгляда мы не сружились с этим видом спорта, если сейчас сказать. Потому что был такой период, первая тренировка, только новенький. Тренер поставил с более опытным ребятенком. Как бы я 9 лет, мальчишка 11 лет. И вот он меня с суплексом запустил. В простонародье это прогиб. Я очень сильно ударил шею. Я подумал, это очень больно, это не мое. И ушел оттуда. Буквально, ну, началось со школьной скаме в итоге все. В школе был я очень худой и высокий. И многие задирали, как бы, постоянно. И нужно было как-то постоять за себя, что-то делать с этим. Соответственно, с боксом это нет. Где ударка, тоже нет. И я принял решение, подумав еще раз дать шанс сексу и вольной борьбы. Пошел, вернулся. И уже когда я плотно познакомился с тренером, мы с ним разговаривались. И он начал постепенно вводить в этот спорт. И вот так и совершилось наш второй раз с ним. С 9 лет я в этом виде спорта, знаете, И самое интересное, первые полгода занятием этим видом спорта было у нас 3 раза в неделю. Тренер нам тренировки. И первые новогодние каникулы у нас, значит, он 2 недели длятся. И в эти новогодние каникулы тренер обычно объединяет 2 группы. Основную и дополнительную. И мы занимаемся 2 недели 6 раз в неделю. Получается, каждый день по четвергам, кроме воскресенья. Суббота – это игровой день, играемся, баскетбол, регби, все как лаконично. И вот и спустя эти 2 недели тренер обратно всех разгоняет по группам. Ну, я умудрился как-то его зацепить, и он решил меня оставить все-таки. Вот спустя полгода я закрепился в основной группе и занимался уже 6 раз в неделю. Так и началась спортивная карьера. А дальше начались и республиканские, и областные. Победитель, призер областных, республиканских турниров, международный выиграл. И, получается, участник чемпионата Республики Кастан, к сожалению, там очень сложная тракт. Вот Россия, там занять как бы и даже 3-5 стать уже прям достижение. Да, там другой уровень. Вот, являюсь мастером спорта в этом виде спорта. Вольная борьба для меня много, значит. Это я этому виду спорта всю жизнь отдал, и я как бы им болел раньше. Вольная борьба – это часть жизни, наверное.